Девушки отдыхают Сколько не жалко вам за мой труд? Жизнь оставляет детка, пенсия маленькая Так уж и бабушка хочет Живая рекламная выставка никого не оставляет равнодушным Приходите в наше лающее, мурлыкающее царство Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok He grew up in this house on Arbat. Here he spent his childhood and then his youth. Here he met his friends and contemporaries, who later became characters in his books. Rybakov's novels have become bestsellers and brought their author a worldwide recognition. They have been published in 52 countries. My biography is Arbat. I love Arbat. There was a past year. I love Arbat. I love Arbat. There was a house on the second floor. Well, I thought I'd be like this. The apartment was a communal house? No, when they were arrested, they went to me. The apartment was a communal house. And this was our house. Мы встретились в 1994, скоро после его трилоги вышли, «The Famous Children of the Arbat». Этот книг сразу превосходил. Но, самое главное, это помогало русских людей более понимать их тоталитарное прошлое. Тебя лучше на даче снимать, так что ты можешь подкраситься. Я его обнимаю. Люблю его обнимать. Постойчивый съемок. Постойчивый съемок. Хороший момент в семье. I videotaped Рыбаков and his wife, Татьяна, in Moscow, Переделкино, and New York. The last time I filmed him was in December 1998, 10 days before he passed away. Понимаете ли, у писателей есть два слагаемого творчества. Это память и воображение. Без памяти и воображения писателей нет. Самая сильная память – это та, которая оставляет рубцы на сердце. На моем сердце самые страшные рубцы оставили в 30-е годы. И не только на моем сердце, на сердце моего народа. Мое детство – детство особого поколения. Это самое трагическое поколение советского периода. Время, которое я описываю, это самое трагическое время в истории советского государства. Это пик репрессий. Это пик наших поражений на фронте и наших потерь. А мое поколение, выросшее в идеалах революции, и эти идеалы были растоптаны уже в конце 20-х годов сталинским сапогом. И, в сущность, это поколение все погибло. Их могила разбросана от Клымы до Берлина. И в эти могилы сына ушли, понимаете, в могилы их песни, их мысли, их надежды, их мечты, и все. Никого не осталось. Я могу таких, как Яна, считать единиц. Я жила в этом доме. Когда? Когда. Я жила здесь в детстве своем. Отец был заместитель Никояна. Первый заместитель Никояна. И он был арестован в 1932 году. И мама была арестована. И вот мы вернулись в этот дом 3 года назад. Я думала, как я смогу здесь жить? И смогу ли? Котя Толя очень обрадовалась. Он считал, что вот меня вышвырали отсюда, а он меня сюда уборил. Вот это по телефону. Угу. Понял. Ну вот это мое детство. Это вот школа. Вот написано. Дорогому Толе, другу, Мопшике. 27-ой год. Я учился в школе. Она называлась Мопшка. Московская опытно-показательная школьная коммуна имени Лепешинского. Знаете, это была великолепная школа. Она была создана на базе интерната комсомольцев, пришедших с фронта. Понимаете? И там был очень силён этот дух, так сказать, гражданской войны, комсомольства и прочих коммунизм, верные те идеалы. Ну, такая была. Атмосфера. И у меня было очень сильное оппозиционное настроение. Так что Сталин я не принимал свою жизнь. Я терпеть не мог. Мы все в школе его терпеть не могли. И если они по фактам дела посадили меня ни за что, то по духу посадили за что-то. ПЕЧАЛЬНАЯ СИГНАЛ У Сталина там. У Сталина это... Как бы вам сказать Я знаю, что он был, но кто-то Я вам не смогу сейчас сформулировать Для каждого свой, для кого-то плохой, для кого-то хороший Арест не был для меня неожиданным Я как-то очень спокойно к нему отнес Молодой был, вы знаете, молодость Все это легче переносится, видимо Я запах в тюрьму помню, дочери Особый запах хлорки Эти шуршань, этих валенок Шуршань, тихонько открывается глазок Тишина, вот им главное, что в тюрьме должно быть тихо Тихо, значит, все спокойно Так сидит следователь Вся комната покружена во мрак Он здесь работает, входишь И видишь, где человек работает То он вдруг делает такой жест Ну никто, конечно, на тебя Анатолий Нович очень сильный человек Но он очень ранимый И если что-то не так Он, если я что-то говорю резко Он хватается за сердце Это не уносимо для меня В 33-м году меня посадили, 5 ноября И я кончил свой срок 5 ноября 36-го года Я три года получил Такие маленькие сроки давали А потом я не имел права жить ни в Москве, ни во всех городах Я скитался по всей России Знаете, у меня паспорт был Волчий У меня была отметка Не имеет права жить в городах Таких-таких Понимаете, поэтому я отметку Водитель сразу Видит, кто я, что я Сразу А потом началась война Я попал в армию В июне месяце меня амбализовали в армию Прошли всю войну? Всю войну И кончил в Берлине У меня 21 орден и медаль Ну вот, так что я прошел всю войну И вернулся в Москву В 46-м году И вошел в свой дом На Арбате Где я не был 13 лет И все такие Мои воспринания детства Точно такой большой силой Нахнули, понимаете Никого не было Уже из моих сверстников Все погибли А тогда я решил Что пришло время Надо решать, что делать Кроме того Понимаете ли Я отлично понимал положение Вообще я уцелел Потому что я понимал положение Вы спрашиваете, что я больше А да Я после ссылки Имея минус Понимал, что я могу Жить только там И работать там Где не надо заполнять анкеты Голоса у меня не было Чтобы петь и рисовать Я всегда плохо рисовал А литературу я любил Пережил я очень много Я решил, что я могу написать книжку И у меня была машина Опель-капитан Привезенец Германии Я был начальником Авторслужбы корпуса Купил машину Я сел на эту машину Выехал на Рязанский шоссе И поехал по шоссе Искать себе место Нашел какую-то деревушку Крестьянский дом Там даже не было Электрического света А при лампе Я решил Я отсюда не уйду Пока не напишут Вот там я написал Свою первую повесть Да подожди ты не махай Мишка Глянь Какие-то всадники скачут Может быть это бандиты Ты что, какие бандиты Обыкновенные какие Белые Которые по лесам прячутся Может быть это банда Самого Никитского Точно бандиты С обрезами Это не просто Было тяга Рассказать свое детство Но еще это было связано Вот с воспоминанием О том Времени Но тема Моего поколения Меня не оставляла Понимаете Еще при жизни Сталина Начал писать То, что потом Стало детьми арбата Я писал Очень зашифрованно Этот роман При жизни Сталина еще было А я писал Я писал вот дальше Писал, писал И чем дальше я писал Тем там было больше Сталина Потому что 30-е годы Немыслим без Сталина И 40-е Все 30-летие Немыслим без Сталина Он навис над страной Как зловещая тень Хочется всей необъятной страной Сталину крикнуть Спасибо, родной Волгие годы Сегними полей Соломутся Соломутся Чем дольше я его писал Тем лучше я входил В этот образ Я опросил массу людей Знавших его лично Я ездил в Баку Я был в Баиловской тюрьме Я был в горе Там, где он родился И потом я жил При Сталини сам Я на своей шкуре Ощущал его Я Сталин написал Я в него перевоплощался Я не знаю, что я жестокий человек Я могу мыслить такими категориями Но мне казалось, что я Вот я Когда писал его сцены Мне казалось, что я думаю Так, как думаю Я, понимаете, секрет Потому что я овладел его логикой Дети Харбата Все соображения Сталина Все рассуждения Сталина Это я сам их придумал Но они соответствуют тому Что он действительно думал Я откуда не брал их Действительно, у меня есть фразы Которые стали расхожими Например, я придумал ему фразу Когда там в Царице Ему предлагают расстрелять Он требует расстрела Ему на чем-то решение нельзя Что будет комиссия Из Москвы Будет проблема Сталина отвечает Есть человек Есть проблема Нет человека Нет проблемы Я придумал Эта фраза сейчас ходит Так стоит, как фраза Сталина То есть я много чего придумал То, что он спит в носках Я придумал Сталин создал государство Которым сверху, донизу Управляли чиновники Выполнявшие волю одного человека Один человек диктовал волю И вся эта вниз Вся вертикаль эту волю выполняла Ни вправо, ни влево Никто шагнуть не мог Инициативу никто не имел Право проявлять Инициатива Могла бы только одна у человека По инициативе товарища Сталина Но невозможно развивать Народное хозяйство В век научно-технической революции Оглядывая все время начальство Согласовывая по вертикали до ЦК На старой площади Любой винтик Век научно-технического прогресса Каждый должен на своем месте думать сам Проявлять инициативу Пользоваться техническими новинками Развивать это Изобретать Не ждать распоряжения начальства Но мы У нас никто не мог У нас все ждали пока Будут указания сверху И так мы жили десятки лет И страна начала отставать От других стран Во всех смыслах Техническом, экономическом, технологическом Социальном, культурном Во всех областях мы начали отставать Значит надо было страну перестраивать Для этого надо было раскрепостить людей Избавить их от страха Потому что в стране Где за всех думает один И за всех решает один Такая страна развиваться не может Поэтому мне казалось, что Я думал, что перестройка Означает прежде всего перестройку Понимать умов Свобода Свобода, самостоятельность решения Для этого нужно, чтобы писатель мог писать Что он хотел Чтобы режиссер мог снимать Что он хочет Понимаете Чтобы люди Как-то за концов Сняли на себя Это страшный Железный обруч Понимаете Единомыслие В этом была Сушность перестройки Вот это видимо Как я надеюсь И понял Горбачев Субтитры создавал DimaTorzok Каждый секретарь обкома Не терпел рядом с собой Более одаренного И сильного человека Он был ему конкурент Он старался от него избавиться И так же любой секретарь райкома И так же секретарь ЦК Сталин отсекал все головы Когда чуть-чуть Могли быть где-то рядом с ним И вот на чем поговорил и Горбачев Он то же самое Подбирал по своему Ни в коем случае Чтобы не было выше Если будет выше То это и конкурент Рядом с ним И поэтому же принципы Ельцин подбирает Всю свою команду Чтобы не упаси Господь Кто-то был выше его Все должны быть ниже его Самое страшное Что сделал Сталин Это селекцию Которую он произвел в стране Он вырубил все Самостоятельное мыслящее В особенности в политике Вот в чем причина Причина в Сталине В том диком единомыслии Которым он вел в стране В том подчинении Высшему начальству Отсутствие всякой Собственной инициативы Отсутствие всякой Самостоятельности Понимаете ли Страхи Которую он нагнал на всех И пропитал всех И вот мы получили Таких руководителей Таких политиков Вот и все результаты Почитайте газеты Сталин уже почти не напоминается Сталин выводится из-под удара Все сваливается на Ленина Сталин ученик Ленина Он просто выполнял все Что Ленин сказал Он аккуратно выполнял Почему это делается? Потому что как-то Расчищается дорога Для нового диктатора Вы так считаете, да? Да К сожалению Ленин часто кидал лозунги Которые нужны были сейчас И которые потом Проносили страшные Имели страшные последствия Для народа Например Он сказал Нравственно все Что полезно для революции Я просто возражаю Уже дети Хармата А что такое Нравственность Что полезно для революции Кто определяет Полезность для революции Партия А кто в партии определяет Центральный комитет А в Центральном комитете Кто определяет Сталин Значит Нравственно все Что делает И приказывает Сталин Это вытекает Из Ленинского лозунга И было страшно Думать по-другому Это я вам точно говорю Это я знаю по себе Ленин и Троцкий Думают Что в одной стране Социализм построить нельзя Что нужна Мировая революция Или какие-то пути К интеграции Намечались Бухарином И так далее И так подобное А тогда Сталин сказал Как Нет Будем строить Социализм в одной стране А что что Социализм в одной стране И наша страна превращается В крепость Окруженную Врагами Империалистами Значит Надо создать в стране Осадное военное положение Вот вам основа Для террора Для всего прочего А вы что думаете Это спроста все делалось Ничего подобного Война с Гитлером началась Сколько их сидело В этом концлагере Это все специально делалось Уничтожалось Лучшая наша элита Кем задушить Россию Не важно кем Америка Кому это может быть нужно Ну это вы подумайте Явлеем был и Сталин Явлеем был Хрущев Явлеем был Брежнев Явлеем был Кто там у нас Андропов после него Горбачок Ельцин Мэр Москвы Извините Явлей Вот сейчас давайте бороться И посмотрим Насколько мы можем Сделать русскую власть Но для этого надо бороться Для этого надо действовать Расклеивать листовки Организовывать митинги Покупать книги Читать их Объяснять другим людям Но самое главное Конечно Это вопрос Листов Это единственное средство Массовой информации Которое у нас Находится в руках Все другое у нас Отняла Та же самая Еврейская мафия Даже не кавказская Еврейская Сталин Сущность его Государственной политики Была в том Что все время Надо искать врага Врага надо бить С ним воевать Чтобы народ был Вечным Это напряжение Чтобы был Вечный Страх и террор Сталин истребил Всех своих Все свое окружение Сталин истребил Свою партию Он по трупам Шел к своей власти По миллиону трупов До 80 миллионов Человек Я считаю На совести Сталина Вот так Самое страшное Что произошло За это время В истории России Это конечно Обесценение Человеческой жизни Я вырос в Москве Одно на Арбате В совершенно Русифицированной Семье Вот во время Моих скитаний Уже после Отседки Я работал В Рязани И там встретился Одним парнем Евреем Который рассказал Мне Историю Своей семьи После войны Я встретил Опять этого человека В Москве О, здравствуй Здравствуй Уже после войны Как твои родители Он говорит Что родители Остались в Симферополе Пришли немцы И расстреляли Их убили Значит Закопали в яме По дороге на судак Я уже тогда писал Я уже был писателем Я оценил Литературные возможности Этого сюжета Как вот Мальчики Девочки Полюбили друг друга Он ради нее Оставил Швейцарю Оставил дом Отца и мать Жил несчастной жизнью В Симферополе Стал сапожником Профессорский сын Но он был предан ей И они оба Нашли Понимаете Свою могилу Вместе были закупаны И я поехал в Симферополе Чтобы так Понюхать Эту Обстановку Понимаете Или Там Подъедем Но я понял Что здесь все чужое Для меня Все чужое Я не знал Название Деревьевых Листьев Запах Все будет чужое И тогда я решил Перенести эту историю В маленький городок На Украине Где жил Мой девушек К этому дедушке В начале 20-х годов В 19-е Мы с мамой Ездили из Москвы Потому что в Москве Было очень холодно А там была Украина Знаете И все И я решил Перенести действие В этот городок И стал Вспоминать Вот семью Своего дедушки Тем более Что в то время Когда я уже Ссел писать У нас очень сильно Развивался Государственный Антисемитизм Выходили книги Об Израиле Там сионизме Такие подлые Книги Живые Понимаете А я гордился Израилем Вы понимаете Во мне течет кровь И говорят От еврейских От еврейских И сто человек Я говорю Что ж такое Забор Забор Валяется Все разрушено Все Вечер будет сделано И действительно Когда я вернусь Собраться Все стояло на месте Даже будка На следующий день Эти евреи Пришли ко мне Меня благодарить Старики Спасибо Я у них спросил Скажите А как вы перевели На еврейский Вот эти слова Вечная память Жертвам Немецко-фашистской захватчиков Они говорят Там написано Совсем другое А что И они по-еврейски А там цитата Из Библии Вени Койси Дом Лой Некойси Что это значит Значит Все прощается Пролившим невинную кровь Не простится никогда И я понял Что у меня есть Конец романа У меня есть финал 19 августа 1942 года Выгнали всех На местный стадион Вот И это было Самое страшное Что может себе Представить человек Самое страшное Вход на стадион Значит Сделали таким образом Что все входы туда Были закрыты За исключением одного И в этот вход Пускали людей Женщин с детьми Инвалидов Всех в одну сторону Женщин Мужчин И женщин Моложе Молодого возраста В другую сторону И тут началось Не хотели расставаться Шли семьями Жена не хочет расставаться С мужем Дети Кричат Папа Папу Таше Туда Это сюда А эти Шуцманы Прикладами Бьют И Кого ударили По лицу Течет кровь По голове Кровь течет Крик Вой Это Уму непостижимо Это представить себе нельзя А тут люди все подходят 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 Их Туда Колонна одна Которые там Инвалиды Дети Старики Женщины с детьми Беременные Вот все эти А здесь вот Помоложе Которые Мужчины И женщины Мы с отцом Попали в эту колонну Мама моя С сестричкой С маленькой Четыре года было Она Сразу их Сюда В эту колонну И вот Была подана Команда Мы сидим на месте Наша колонна А вот эта колонна Пошла к выходу И все время Говорили Что будут Посылать В концлагерь Когда вышли За ворота Значит Было ясно Если в концлагерь То повезут Даже Железнодорожную станцию Надо было Поворачиваться Налево А если налево Если направо Возвратят То там Находится Еврейское Кладбище Значит Повезут Туда На кладбище И колонна Эта вышла И повернула Направо То есть Кладбище Подвернула И тогда Начался Вой Вы знаете Звериный Это 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 невозможно Я вот сейчас говорю У меня А мы здесь сидим Мы не знали Для чего мы сидим Мы сидим И ждали Что вот Мы будем Следующие Но они Выбрали Там Такую Лошчину За Еврейским Кладбищем То есть Там Она Вот такая Вот Такая Вот Лошчина Вот здесь Возвышенность Здесь возвышенность А сюда Вот они Вот Загоняли Вот Здесь По всему Периметру Стояли Эти Полицаи И Эти Немцы И все это С пулеметами И С автоматами И собаки Здесь же А вот здесь Были Вырыты Ямы Пять ям И вот Началось Шум Мы Перестали Слышать А Появились Автоматные Очереди Эти Мы Это Мы Слышали В общем К вечеру Все было Закончено Когда Расстреливали И так Вложили Штабелями Можно так Сказать Один Доложили Второй Третий Сколько Сколько Уместилось А потом Присыпали И тут Я не знаю Я не знаю На еще Рассказывали Что кровь Лилась Прямо По долине И потом Целый месяц Она Сочилась И шла Ужасно Ужасно вспоминать Ужасно говорить Но ничего Не поделаешь Это было Было И Чтоб оно Не возродилось Еще И вот Я написал Этот роман Тяжелый песок Я впервые В этом романе Назвал цифру Шесть миллионов Уничтоженных Ивр В нашем Субтитре Мы говорили Что да Вот были жертвы То есть Все Пятые Десятые Но не говорили Что это были Евреи Все были Да Я впервые В этом романе Назвал официально Эту цифру Шесть миллионов Впервые Она известна Так распространенная Но если Вы возьмете Те 70-е годы Нашу печать Нашу прессу Вы уничтожили Я впервые Написал Это Бывал Цифры Субтитры Как ты появилась Вы так увлеклись Своей книжкой Нет Я подбираю Тебе Понимаешь Ага Я тебе подбираю Просто Что я тебе буду Читать Здесь Уже вот Написанные Мемуары Уже 90 страниц Отпечатаны 8 глав И страница 90 Воспоминания Не подаются Точной хронологии Написав Три повести О детстве И три романа О юности Я смешал Правду С вымыслом Трудно Теперь Отделить Одно От другого Я Я описываю Весь 20 век Я описываю Всю эпоху Эта история Будет советское государство Переломанная Через мою биографию И биографию Тех людей Которых я встречал У меня живется Здесь спокойно Я не вижу Того бардака Который творится На моей родине Не вижу Того До чего Ее довели Что режет Сердце Добрый вечер В эфире Информационная Программа Премия Новые подробности Буденовской Трагедии Стали известны Сегодня из пресс-конференции Которую провел Первый замминистра Внутренних дел Михаил Егоров Я не боюсь А люди боятся Мои соседи Пенсионерки И многодетные Женщины Боятся Пока Буденовцам Гарантировали Лишь в срок Выплатить зарплаты И пенсии Да восстановить Через 2-3 месяца Разрушенную Напрочь больницу Хотя многие не уверены Что смогут прийти Лечиться туда Где в них Недавно стреляли Какие страшные Воды Боже Я был Попрессен Мне сказалось Что у каждого Был портрет Сталина Да На демонстрации 9 мая Скажешь Да С маленьким Может быть Не каждый Может быть Там было 5-6 Нет Портретов было Море Я вам покажу Рей Сталин Победа Рей Сталин Победа Рей Сталин Победа Бандуельцы На подсуд Бандуельцы На подсуд Бандуельцы На подсуд Я считал Что нужно Провести Процессом Десталинизации Сейчас люди Повергнуты В очень Тяжелые Сталии Раньше Была идея Ее считают Неправильной Но была Построиться Сталии Раньше Была тяжелейшая Война Но была идея Победить Выставить Отставить Свой народ Отставить Свою страну Какова же Эта идея Во имя Какой идеи Сейчас страдают Люди Ее нет И в этом Вся опасность Потому что Этот идейный Вакуум Может наполниться Неизвестно Чем Когда образуется В стране Общественный Вакуум Он наполняется Прежде всего Национализм Это уже известно Это ближе всего Лежит Людям надо Нормально жить Понимаете Человек должен иметь Свой дом Свою семью Возможен нормально Зарабатывать Обеспечивать Эту семью Должен находить Дотворение В своей работе В своей деятельности Должен быть защищен Социально Должен быть защищен Понимаете Просто на улице Должен иметь Возможность Доступ К элементарным Современным Человеческим Удовольствиям И радости Это нормальные Условия жизни Не имеет никакого Значения Как он будет Называться Капитализм Социализм Или еще Пусть называется Как угодно Но человек Имеет на это Право Это ему отпущено Судьбой И Богом Людям Надо нормально Жить В Америке Мне хорошо Работалось По существу Я здесь Живу Как на небе Таймон Я не знаю Ни слова Кроме Сэнки Варенача Поэтому Я хожу По улицам Я целиком Погружен В свой роман Все 24 часа Вот я лежу Около меня Лежит ночью Записанная книжка Лежит ручка Все Я записываю Просыпаюсь Смотрю Что-то записано У меня Я безжалостный Братский Безжалостный Моя жена Она хорошая редактор Вот Она редактирует Мои книги Она их печатает Я никогда Я ничего не перечитываю Из того Что мы делали Вместе Ни тяжелый песок Ни Дети Арбата Ни страх Ничего Абсолютно Сразу Они уходят И уходят Мне просто Не охота Потом Понимаете Огорчаться Можно было что-то Сделаться Вот Не сделаем Потом Живеть не Через какое-то Время Всегда Признаков Сумасшествия Я не проявил Но внутренне Конечно Я полон Переживаний Полон Сомнений Полон Неуверенности В своих Возможностях А иногда Полон Оборот Уверенности Что я Очень большой Писатель А дам Мне кажется Я очень Плохой Писатель Я думаю Что вот Я напишу А потом Душа Я не напишу Да Я читаю Думаю Как молодец Рабакова Здорово написал А потом Читаю Думаю Нет Каждого человека В своей жизни Было что-то Такое Что он Хотел бы Вычеркнуть В своей жизни Конечно Моя жизнь Была сложная Я Наверное Делал Что-то Такое Недоброе Людям Каким-то Я Видишь Я Политическим Нет Не в политическом Плане А в личном В моей жизни Было Много Женщин Так Они сразу Дали мне По голове После этого Я присмирел Я жил Как всякий Человек Я не могу Сказать Я жил Какой-то Особенно Праведной Жизнь Каждый Должен На этой Земле Выполнять Свою Функцию Моя Функция Писать Я И пишу Что Ещё Сказать Я думаю Стоп Нагоморел Может Главное Не Сказал Мурла Он Сказал Готово Дело Это будет Обложка Книги Это будет Вот Это будет Обложка Первая Суп Супер В книге Две вкладки Такие Фотографии Понимаешь Вот Начинается Вот с этой Но Не отретушировано Вот Этот дедушка Мой Опять же Он Написан В тяжёлом песке Под именем Авраам Рохленко Это дом Их В Сновске А это Арбат Дореволюционный А это Арбат Уже 20-е годов Мой Арбат Анатолий Ну и что вы Теперь будете делать Какая у вас Я начал Новый роман Уже Начали Да Получается С чёжки Продолжение С чёжки Так что Будет уже Не трилогия А тетралогия Так что Очередная Книга Закончена Когда Закончена Очередная Книга Конечно Писает ли Чувство Довлетворения И чувство Некой Опустошённости Потому что То что Было Содержанием Его жизни На определённом Отрезке Времени От него Ушло Я Лишился Чего-то Да И лишился Того С кем Я работал Что я переживал Вот Но начну Новый роман Всё опять Наладится Рыбаков Did not write His new novel He died December 23rd 1998 Three weeks Before his 88th birthday His books Keep on living And his thoughts Remain relevant For us today Подходите Подходите Не бойтесь Торговец Мой Вы с утра С хорошим На строение Надо Чем-то Будет Думаю Скорее Домой Скопятить Молочко Сварить Кашу А ведь Нужно За квартиру Заплатить Для всех Коммунальные Услуги Надо Оплатить А что Остаётся На продукты Питания Или купить Что-то такое Барахлишко Какое-нибудь Короче говоря Жизнь Такая Безобразная Неопределённая Понимаете Не видно Выхода Из положения Не видно Не видно Выхода Продолжение следует Редактор субтитров ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я обещаю наказать всех, кто устроили нам этот страшный варварский режим. Мы обязательно расстреляем. И журналистов, и министров, и депутатов. Обязательно. Десять тысяч, двадцать тысяч, но дадим свободу миллионам. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ Всего до свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Революция! 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 Сейчас в нашей стране каждый может стать политическим заключенным. Каждый, у кого есть позиция, кто верит в справедливость. Свободу борит заключенным! Россию продает, детей продает, землю продает, все продает! Лидер НПП, это у вас лимона! Насколько у нас презираются все свободы! Поэтому опять, как в 1917 году актуальным стал лозунг «Давай самодержавие!» «Вся власть народу!» «Давай сам власть народу!» «Давай сам власть народу!» «Вся власть народу!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok